друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзора ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ну что ж уралочка начнем мы с вами все-таки обсуждать вот к вечеру да уже вчерашний ролик уралки ребят вчерашний ролик который конечно же начинается с распаковки любимого василька это надо было смотреть это надо было видеть распаковка для родных для любимых для близких как было указано урал очки уралка мне просто интересно а кто для тебя родные близкие вот насколько я понимаю своих родных и близких тех самых людей которые для любого нормального адекватного человека это самая дорогая семья ты их уже всех давным-давно от себя отвадила просто вот на второй план их всех закинула и сейчас рядом с тобой исключительно только родня сарафана его вот эти вот дружбаные с которыми вы зиге кидали в новогоднюю ночь и на этом в принципе все то есть рядом с тобой по сути нет никого из тех родных и любимых все эти люди закончились ну там есть еще вот это вот племянница да сестра вернее дочка двоюродного брата уралки с внучатым племянником про которых постоянно идет речь про которых постоянно говорят что они чуть ли не ходят побираются уралка им там дает бушные сковородки бушные кастрюли рассказывает про вот этого внучатого племянника который знаете доедает за всеми детьми в школе вот не наедается это ж как надо вообще не дружить с головой чтобы вот так вот знаете вроде как не хотя но брать и унижать своих родных но ведь нужно думать башкой что ты несешь и как люди могут интерпретировать все твои вот эти вот слова и словечки ну и начинает она с того что показывает ребят племяшки рубашку тунику тунику говорит да вот 60 размера но вообще говорит она носит 58 но говорит я и взяла побольше пусть будет посвободнее уралка это к тому что да она растет и будет расти дальше точно так же как и ты ребят что сразу бросилось в глаза это то что она даже не могла промолчать да какой размер она берет зачем но в таком случае если бы ты не хотела никого обидеть не надо было вообще озвучивать кому вот эти подарки так скажем предназначены да просто бы сказала вот туника 60 размера вот такая вот симпатичная вот посмотрите такой-то такой-то состав да такой-то такой-то размер стоимость такая это все на этом все но нет сделали специально в очередной раз акцент на том что племянница у нее как раз таки не маленькая это вот от двоюродного брата племянница дочка двоюродного брата уралкина племянница ну что молодец далее про ромку сказали что ромка у них тоже растет такой богатырь мол вот такой же чуть ли не 54 размер штанов носит ребят опять с начосиком про начосики я вот так сижу слушаю думаю боже ты мой вот если да вот так вот говорили про моих каких-то родных и близких я бы уже и точно пару ласковых сказала но это какая-то ненормальная ситуация абсолютно ненормальная знаете кстати пока уралка доставала подарочки в кавычках ну почему подарочки потому что это все и досталось так скажем да просто так на халяву но дело даже не в этом вот пока она доставала вот эти вот подарочки вы знаете за кадром сарафан молчал молчал ни гу-гу ни муму даже слова не сказал никак и я прекрасно понимаю почему потому что ему это было неприятно ему хочется чтобы подарочки были только исключительно для его родни для его сына да ну если это вообще сын как бы для него естественно в первую очередь для его братьев двоюродных родных для кого угодно только для их так скажем семьи а вот когда для уралочкиных родственников которых он уже отвадил от уралочки по полной программе вот это уже ему как бы не нравится и он сидит молчит за кадром даже слова не говорит хоть бы сказал да хорошие да вот такие вот точно там ромки подойдут еще что-то блин ребят молчал даже уралка сказала что ты молчишь то что ты молчишь за кадром уралочка молодец дергай его почаще потому что когда это касается его да когда подарочки приходят ему он что-то там прыгает довольные счастливые так далее но в общем сослались на то что вроде как он приболел плохо себя чувствует и он говорит вот сдала меня сразу что я приболел ну может уралка скорее всего хотела выйти из положения ребят я так думаю да дабы оправдать его вот это вот знаете такое никакое так скажем отношение к ее же родне ну вот когда показали вот эти вот комплектики для девочек друзья мои сейчас мы к этому моменту еще больше перейдем я уже это обсуждала но все равно буду обсуждать плюс вот эти две игрушки два басика два вот этих вот да котика две мягкие игрушки ну и знаете вот что самое интересное потом уралочка стала рассказывать ой говорит у меня такое прям говорит предновогоднее настроение джингл бэнс постоянно поем говорит поем танцуем туда-сюда мои зрители написали в комментариях говорит уралка ты скоро говорит да танцуешь до того что останешься без квартиры без штанов без трусов вообще абсолютно просто без всего но ребят отчасти я тоже согласна потому что знаете вот она он сейчас ей запудрит голову а потом она действительно останется где-нибудь неудел и будет рассказывать сказки о том какая у нее была великая любовь и как говорится чем дело закончилось тут хочется ей все-таки пожелать чтобы она немножко себя в себя в чувство пришла я прекрасно понимаю для чего от нее сарафан отваживает ее родную сестру потому что он прекрасно понимает что сестра могла бы старшая уралкина родная сестра могла бы ее встряхнуть немножко и сказать ты чё глаза раскрою разуй глаза ты ему сто лет не нужна у него к тебе исключительно только меркантильный интерес и сарафан то прекрасно понимает по этой причине отвадил от уралки всевозможных родственников которые еще в состоянии думать и так скажем как-то повлиять на уралочку на ее поведение на вообще вот эти вот все моменты далее уралка рассказывает про то как ромка как у них дома весело говорит ой приходит говорит каждый день песни поем пляски пляшем говорит я его назвала болеруном слушайте ну круто прям вообще вот комплимент для мальчика болерун друзья мои поют танцуют интересно когда они занимаются да когда они учат другие предметы помимо того что вот танцуют пляшут поют и так далее видимо других проблем больше нет конечно же как и знаете признаков вообще нахождения обдугани в этой квартире нет никаких школьных принадлежностей конечно же нет и вообще ребят знаете такое количество шмотья вот этих вот всяких васильков того сего туда-сюда где все эти шмотки где они все находятся вот мне просто очень даже интересно скорее всего конечно же и вот мне зрители пишут говорит гальда скорее всего все это продается на авито ребят да я согласна я тоже об этом говорю что знаете уралка из той категории которые зимой снега не выпросишь и действительно скорее всего все это продается на авито на авито да и мне зрители написали что уже вот этот черный пылесос но они же его тоже сразу как бы выставили что он тоже продан уже благополучно на авито ребят ну оно и понятно естественно предыдущий белый был продан за 25 тысяч до рублей этот за 10 тысяч рублей то есть все продают иметь зарплату с ютуба имеют зарплату вот с этих рекламных вещей которые приходят на рекламу и при всем при этом еще а знаете вот не стыдно им даже ставить вот эти вот карточки да донаты донаты на то на все карты реквизиты карт блин я бы поняла если бы он работал да я бы поняла если бы она работала они выставляли карты я бы еще хоть как-то могла вот это понять но когда они сидят на жопе ровно и ничего не делают какая-то странная ситуация ну а далее а далее опять опять вот это начосик штанишки вот как я и говорила да реклама просто the best ребят это что-то с чем-то а йо-ма-йо ну хомутик хомутик начосик штанишки а скажи еще побольше слова начосик но это опять же это опять же ответка мне потому что я сказала пару дней тому назад я говорю уралка ты достала уже со своими начосик 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 чё там где кто кому начесывает я так и не поняла ребят наверное кто-то кому-то постоянно из них начесывает конечно же где-то в каком-то месте не знаю кто кому уверять утверждать не буду потому что это опять же мои предположения да но вот это слово начосик уж больно уралки нравится как и шметанка шметанка начосик скажи скажи больше слова начосик она начосик но это мне сказано прекрасно понимаю потому что я сказала достала со своим начосом начесы нечего начесывать там бреть и все и начесов как говорится не будет в общем да ну что ребят а теперь знаете вот такой интересный момент сегодня зашла ко мне зрительница вроде как бы приходит иногда ко мне до особой любви ко мне она не испытывает вроде как бы играет за нас да опять же вот что интересно я вот смотрю видела эту зрительницу на других обзорных каналах которые обсуждают обозревают как раз таки непосредственно уралочку там пишет очень уважительно знаете как то так вот прям хорошо здорово всех благодарить за обзоры но как придет ко мне ребят вот знаете вот какое-то ощущение такое что как будто я и что-то должна вот я серьезно говорю да пишет мне не может простить мне моего мнения относительно того что я когда-то позволила себе сказать о том что я считаю что уралка там серый кардинал то есть ну для тех кто не понимает да уралка самое главное у себя дома и от уралки зависит практически абсолютно все ребят имею я право на свое мнение я думаю что имею полное право да кто-то скажет главный сафар кто-то скажет главная уралка вот я считаю что в этих отношениях главная уралка понятное дело почему я так считаю могу даже аргументировать абсолютно точно да в любой ситуации потому что он живет на ее территории он живет как говорится у нее целиком и полностью то он к ней пришел а не она к нему пришла поэтому конечно же в том числе и лицо канала конечно же она здесь все понятно это мое мнение это мое мнение которое имеет место быть и я не понимаю почему ко мне прицепился вот этот вот зритель да зрительница зритель понятия не имею кто там сидит по ту сторону этой аватарки и постоянно мне написывает по поводу того что я вот как-то не права ах вы же уже говорили о том что уралка там главное да я говорила по сей день так считаю что она серый кардинал а уж сарафан как говорится выполняет такую знаете более черную работу потому что ну потому что мы все прекрасно понимаем да опять же имею право я думать так конечно же имею и вот сегодня ребятки когда я увидела вот этих вот басиков да вот этих двух котов когда я увидела вот эти наряды детские для девочек разных возрастов я сразу вот сразу ребят подумала о том что это как раз таки для того дружбана которого он называл кабанчиком который был с ними на в новом году семейство да со своей женой и со своими двумя девчонками часто их нам показывали потом вроде как соврали сказав о том что нет 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 мы больше с ними не общаемся верить уралке мое мнение себя не уважать о чем я сегодня и высказала свое предположение сказав о том что мое мнение что вот эти два басика и вот эти детские наряды это как раз таки для этой семейки которая с ними отмечала встречала 2022 год и мое мнение что они продолжают общаться просто вот было сказано что нет 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 мы перестали общаться для того чтобы так скажем в тот момент после этой зиги успокоить народ имею я право так думать я думаю что имею я всегда говорю что это мое мнение я высказываю исключительно свое мнение но эта женщина придя на мой канал опять решила взять образы правления в свои руки из чего ты решила что я не имею права так думать она говорит нет это сто процентов значит у сарафановым дочкам она говорит у сарафана точно точно есть еще не одна дочка вот эта софия которую мы с вами видели да которую фотографию показывали а есть еще какая-то там у него дочка ребят но опять же где где да вот кто сказал что это так она говорит на уралка же не сказала она мне пишет в комментариях на уралка же не сказала что это всем девочкам того друга который с ними зиговал на новый год а вы что ожидаете что уралочка об этом может сказать вы такая странная вы вроде смотрите сарафана хрен знает сколько и говорите такие глупые вещи так хочется спросить его точно в наши как говорится ворота играете да это раз во вторых а сарафан с уралкой не сказали когда аэрогриль выставили на авито об этом узнали зрители узнали мы и рассказали в своих обзорах да это раз во вторых нам никто не сказал про машину пока опять же мы все это дело не узнали не ткнули носом их в видосе правильно правильно а никто вообще нам ничего не говорит уралка не сказала в видосе не то что это дети друга которым зиговали да не то что это у сарафановы дочки потому что дочка насколько мы знаем у него одна софия есть еще вот этот вот сын если это вообще его сын поэтому здесь можно можно думать как угодно кто-то хочет думать что это двум дочкам сарафана ради бога я не мешаю но не надо бежать на мой канал и кричать мне да кто ты такая чтобы тут вот придумывать что это тем друзьям которые зиговали вместе с ними на новый год это мое мнение а уралка что подтвердила она что сказала что это сарафановым дочкам нет не сказала а я уверена что это этим дочкам потому что до сарафановых дочек ему дела абсолютно нет никакого и потом я уверена что если бы там были две дочки и говорили бы что две дочки и сын хочу скрывать ну и сказали бы многодетный отец две дочки и сын да чего вот такого страшного то что жену скрывают настоящую вот это да скрывают действительно. Здесь понятно все, потому что иначе, как Уралка, что она скажет? Там жена есть, да? А я тут, как говорится, сбоку припеку, а то, что дочку-то дочку-то зачем скрывать? Еще одну. Если бы она действительно была. Может быть, это, конечно, не девочкам, а друга, да, вот этого, с которым, опять же, зигу кидали. Может быть, это вообще каким-то племянницам братьев, двоюродных братьев или родных братьев, которые живут в Екатеринбурге. Может быть, такое, ну, которое работает в Екатеринбурге, да, и живут здесь. Может быть, такое. Да к чему только, вот я не понимаю, честно, но можно же принять чужое мнение. Почему такое негативное отношение к мнению другого человека? Почему вы позволяете себе приходить на мой канал и меня тыкать носом, как слепого котенка? Откуда такое неуважение? Вот мне абсолютно все равно. Написали, что это возможно его там каким-то там родственницам. Да ради бога. У меня другое мнение. Я считаю, что это тем девчонкам, того мужика, с которым вместе отмечали Новый год. Они дружили, я уверена, что они не перестали дружить. Они земляки, они не перестанут дружить. Пришлось им тогда с Уралкой просто свои задницы прикрыть и сказать, что мы перестали с ними общаться, потому что вот они такое совершили в новогоднюю ночь. Просто на них тогда зрители надавили и все. Им другого ничего не оставалось. Конечно же, они переживали за свой канал, и это абсолютно понятно. В общем, хочется еще раз обратиться к некоторым зрителям. Я понимаю, что я вам могу быть... Даже если вы, так скажем, приходите, да, обсуждать и комментировать Сафара и Уралку, если я вам неприятно, как блогер-обзорщик, я могу понять, да, я не монета, чтобы всем нравиться, идите на другие обзорные каналы. Там пойте дифирамбы, там говорите какие-то вещи, а то там вы себе не позволяете ничего такого. А здесь приходите, и как ты, с чего ты вдруг решила так думать. Так это мое мнение. Я у вас мнение спрашивать не собираюсь. А если вы не научились в таком возрасте воспринимать чужое мнение, да, помимо своего, ну, значит, это ваши личные трудности и проблемы, значит, у меня вы писать больше не будете. Вот и все. Все очень просто, легко и просто. Если вы себе позволяете меня тыкать мордой в мое же мнение, говоря о том, что, ой, я ничего не имею, не имею ни на что здесь права, вы считаете, что Уралка главная... Да, я так считаю, дальше что? И дальше что? А вы считаете, что таджик из Кишлака, у которого прав нет, как говорится, в ее квартире здесь главный? Ну, считайте дальше. Это ваше мнение. Я чуть вас ни разу за ваше мнение не тыкала носом. Так что вот, ребят, вот такие, как говорится, пироги, да, опять же, опять же, вот, все-таки думаю, что это, скорее всего, они общаются. Может быть, это, конечно же, может быть и не так, но, опять же, это мое мнение, я его высказываю в своем обзоре. Вот, вот, как говорится, и все. Ну, что самое интересное, знаете, вот в этой, во всей распаковке, на что я, опять же, обратила свое внимание, это то, что все эти вещи, опять же, достались им на халяву. И вот сейчас они строят из себя, ну, такие прямо, они прям щедрые. Ну, так одарили племянницу. В очередной раз обосрали, указав, да, какая она большая, огромная, какой Ромка огромный. Дали сраные какие-то штаны, тунику, и, как говорится, да, радуйся теперь и благодари тетку поклоны, бей до земли. А то, что он своей родне набирает всего, это, вот, знаете, как-то вот там, я смотрю, Уралку, видимо, никто особо за это не расхваливает, читают в порядке вещей, что Уралка ему должна, и всей его родне тоже должна дофига и больше. Друзья мои, вот такой обзор, всех целую, обнимаю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok